Давайте, уважаемые коллеги, начинать. Прежде всего, хочу сказать несколько слов о том, что сегодня у нас очередная встреча в рамках проекта «Открытое общество» в Казанском федеральном университете. Напомню, что этот проект стартовал летом этого года с авторской лекцией российских пранк-журналистов Столярова и Кузнецова, известных как Вован и Лексус. Также вот на встрече недавней у нас был генеральный директор компании «Раша Тудей». Сегодня у нас уникальный гость по видеосвязи. И сразу представлю, это заместитель генерального директора «Газпром-медиахолдинга», генеральный директор «Рутюб» Александр Моисеев. Ваши аплодисменты. Вы слышите наши аплодисменты? Приятно. Да, очень приятно. Здравствуйте. Во время прямого включения из московского офиса мы планируем сегодня обсудить с участниками встречи в шоуруме Высшей школы журналистической и медиакоммуникации российскую медиаиндустрию, положение национального видеохостинга в современном киберпространстве и развитие платформы. Также будет сессия вопросов-ответов, в ходе которых присутствующие смогут получить ответы на то, что их волнует в связи с развитием «Рутюб». Еще хочу сказать, что в 2022 году к отечественным медиаплощадкам, среди которых «Рутюб» приковано особое внимание, тут вам дополнительной информации никакой не надо. Сами, наверное, не раз обращали внимание на то, как развивается наш национальный видеохостинг. И вот есть возможность из первых уст узнать, в чем его, собственно, привлекательность, перспективы развития, как именно национального видеохостинга, формирующего единое пользовательское пространство. И какие способы обратной связи сегодня предлагают специалисты «Рутюб», в чем его уникальность. Вот, я думаю, один из ключевых вопросов. Ну и еще одна справка, что куратором проекта «Открытое общество» и соответствующих встреч выступает Управление репутацией и репутационного развития Центра перспективного развития КФУ. А сейчас самое главное, ради чего мы сегодня собрались и что нас сегодня интересует, это то, что нам скажет, расскажет наш гость. Еще раз напоминаю, это заместитель генерального директора компании «Газпром Медиа Холдинга», генеральный директор «Ютюб» Александр Моисеев. Вам слово. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Спасибо большое за представление. Я постараюсь максимально сжато рассказать некий экскурс про нас, про то, что происходит, что мы делаем. И постараюсь все-таки больше времени оставить на то, чтобы мы могли как-то интерактивно пообщаться, то есть поотвечать на вопросы. Ну и, наверное, может быть, какие-то тоже для себя выводы вынести и пойти дорабатывать, улучшать. Давайте расскажем немножечко о том, что такое платформа, что такое видеохостинг. Вот скажите, кто из вас, поднимите руки, понимает вообще, как устроен видеохостинг, что это из себя представляет, что это, не знаю, сервер, там, дата-центр, флешка, что это? Есть понимание? Или сайт rutube.ru и финиш? Понятно. Давайте я попробую чуть-чуть рассказать совсем кратко, что это такое на сегодня из себя. На сегодня на самом деле rutube – это сложная терминность, гиперконвергентная сеть, которая объединяет в себя несколько дата-центров. Только в Москве есть отдельные дата-центры с так называемыми серверами для обеспечения вещания, которые расположены по всей России. То есть это, на самом деле, очень большая распределенная сеть. Что такое гиперконвергентность? Это сеть, которая работает на слое абстракции, то есть это слой виртуализации, который обеспечивает мгновенное возникновение дополнительных сервисов по мере роста нагрузки на сервис. На самом деле, очень сложная подчиненная сеть. И можно играть в такую штуку забавную, называется, давайте развенчаем мифы. Вот один из мифов был, когда атака была совершена на rutube, и все говорили, а что же у вас, бэкапа не было на сервере. Послушайте, бэкап сделать невозможно. Дело в том, что та структура и то, как устроен сервис, он примерно за секунду устаревает, и его бэкапировать практически невозможно. Так устроены современные сети, и это, на самом деле, очень сложные процессы, которые достаточно автономно существуют и обеспечивают очень большие нагрузки. В двух словах о rutube. Rutube, на самом деле, довольно-таки много лет. Он возник больше 15 лет назад, как отдельный автономный проект. У него были какие-то свои этапы развития. Несколько лет назад он полностью перешел в владение Gazprom Media Holding. После этого мы посвятили очень много времени тому, чтобы понять, как его нужно развивать, и как он должен правильно двигаться, и с точки зрения продукта, и с точки зрения контента в первую очередь. Для этого было сделано очень много исследований. На самом деле, в конце прошлого года, в декабре, мы утвердили все между собой дорожную карту, по которой rutube должен был развиваться. Примерно мы хотели ее в апреле этого года запускать и выходить по дорожной карте со всем набором функционала. Но тут жизнь носит свои коррективы. В апреле мы получили объем трафика, который планировали получить к концу года. И да, надо понимать, что дорожная карта устроена довольно-таки была просто. В том плане, что набор функционала, он планомерно возникал по мере роста аудитории. Рост аудитории он обеспечивал рост выкладываемых видео и рост контента. А рост контента он замыкал на себя смотрящую аудиторию, ну и так далее. Это некое колесо сансары, некий циклический процесс. Дело в том, что объем аудитории, который мы к концу года ждали, он был уже где-то в моменте марта. К апреле он уже переходил за все возможные показатели. Как следствие, у нас потребовались большие изменения в инфраструктуре, большие изменения с точки зрения того, как работает сервис. Мы это за апрель сумели сделать и обеспечили то самое функционирование. То есть вы помните, было очень много рассказов про модерацию. Были правдивые случаи, где действительно видео попадали на долгую модерацию, видео, которые отсеивались. Если хотите, мы можем об этом более подробно позже поговорить и рассказать на самом деле, почему так происходило. То есть надо понимать, что при нормах загрузки видео, где мы обычно говорим в среднем, порядка 5000 видео в день загружалось, вот в моменты таких пиков мы переходили за несколько сотен тысяч видео в день. То есть вы можете понимать, что это нагрузка кратная и кратная. Космическими коэффициентами. Все это видео, которое требует обработки. Плюс более к этому нужно добавить, что Рутюб, в отличие от ряда зарубежных платформ, полностью выполняет законодательство Российской Федерации. У нас запрещены определенные типы видео к выкладыванию, к распространению. И в целом у нас действует закон о фейках. Поэтому мы, соблюдая полностью эти требования, были вынуждены много-много видео отправлять в модерацию. Например, в качестве примера, смотрите, как работает техника, как работает, например, машин-ленинг с точки зрения обработки видео. Если можете попробовать, оно будет сразу видно, покажет, как это происходит. Если мы с вами снимаем видео, в котором есть какой-то набор событий, которые можно с точки зрения машинного обучения подсветить, то для модератора будет задача посмотреть вот эти хайлайты внутри этого видео и по ним оценить, собственно, релевантность видео тому, что выкладывается. Но если вы снимете 15 минут фейерверка, то для машинного обучения все 15 минут – это будет полный набор картинок с хайлайтами, а как следствие модератору необходимо будет все 15 минут наблюдать салют. Ну, очевидно, что отличить салют от каких-то боевых действий на самом деле не так просто. Для машин обычно для человека это не всегда просто. Поэтому вот такие видео во многом попадали на модерацию. Плюс мы получили, то есть надо понимать, что в среднем мировая практика – это доли процентов отсевов видео и доли процентов видео, которые попадают на модерацию. В нашем случае у нас отсев составлял single digit, но цельный процент отсева, то есть мы говорим порядка 5% отсева видео, которые отбрасывались. Это говорит о том, что было много попыток, так сказать, отравить платформу потоком этого видео. Вот, это благополучно пережили, после чего у нас в мае случилась атака очень большая. Мы про нее отдельно рассказывали. И на самом деле очень много было интересов, вопросов. Вот, можем вкратце рассказать, да, что речь идет о том, что это продюсированная атака, сделанная хакерской группировкой, причем она была сделана в нескольких итераций. То есть была сделана итерация с проникновением в платформу, с доступом к инфраструктуре. А следующая попытка была связана с 9 мая непосредственно, где в 9 мая хакеры пытались полностью уничтожить инфраструктуру платформы. Да, уничтожение инфраструктуры платформы – это не какое-то нажатие кнопки «выкол» и все произошло. На самом деле это… да, и не надо, наверное, пытаться это видеть как голливудский фильм, где что-то печатают с жуткой скоростью хакера. На самом деле это очень грустное занятие, потому что сидят ребята, нажимают кнопку, очень долго ждут, отрабатывают какой-то скрипт, потом отрабатывают следующий скрипт, и это длится какое-то время. Вот этот набор весь скриптов, который был настроен на то, чтобы полностью положить платформу, стереть весь архив видео, стереть пользовательские данные. В общем, прямо профессионально отработана большая команда людей была с точки зрения того, значит, как платформу положить. Мы это смогли остановить во многом благодаря тому, что все меры по информбезопасности мы начали налаживать еще с начала этого года, полностью пересматривать все процессы. И в целом платформу восстановили за несколько дней. На самом деле при таком уровне атаки восстановить полностью платформу за два дня на тот момент и полностью восстановить, переиндексировать всю базу видео, это, в общем, задача довольно-таки сверхчеловечная. На самом деле, когда с ребятами запустили в итоге платформу, мы там все собрались, хотели открыть шампанское, в итоге все махнули рукой, дежурную смену у нас осталось, мониторить дальше платформу и смотреть, что с ней происходит, а все инженеры, которые поднимали, они сказали, нет, ребят, правда, праздновать не будем, давайте мы просто пойдем все спать, потому что, ну, там, тяжелые 50 часов перезагрузки всей платформы были. Вот, после этого все перезапустили, все заработало, и мы постепенно начали выкатывать тот самый функционал. Начиная с простых вещей, мы поменяли интерфейсную часть. На самом деле, они внешне выглядят простыми, но замена интерфейса, надо понимать, что это серьезные изменения в платформе, которые позволяют в дальнейшем уже накатывать так называемые скины, то есть можно динамически менять интерфейс. То есть внешне для пользователя поменялся внешний вид платформы, появился черный тема, черный фон, а на практике мы сделали все необходимые изменения, которые позволят потом динамически менять все, что мы хотим. Появились какие-то функционалы с голосованием, с топом, вот, сейчас появились все функционалы, связанные с детским контентом, и на самом деле надо понимать, что Рутюб Китс и детский контент, это во многом задачка очень сложная технически, айтишная, потому что это не показ просто детского контента, это субаккаунтинг, и это управление детским доступом, то есть то, сколько дети могут смотреть свой контент, какой контент от Севиц, какой нет, то есть где модератором для детского контента, для ребенка выступает родитель. Это как бы очень важная штуковина, потому что все-таки мы хотим, чтобы наши дети смотрели интересные и полезные вещи, а не тихий ужас, который можно везде посмотреть. Вот, и это те изменения, которые сейчас происходят, у нас довольно-таки насыщенная дорожная карта до конца этого года, плюс на следующий год очень много функций, которые мы должны выкатить, и так планомерно платформа развивается. Если мы хотим поговорить о количестве пользователей, то сегодня мы перевалили за 30 миллионов, и это связано с тем, что, в общем, уже пользователи органически приходят, остаются в платформе, в целом все работает, все устраивает, но то, что мы стараемся системно делать со стороны Routube, мы стараемся очень сильно слушать обратную связь от пользователей, и по возможности все эти изменения, которые мы собираем, понятно, что это будет некая медиана в среднем, но вот эти изменения стараемся довносить. Есть проблемка, связанная с тем, что у нас большой репутационный шлейф идет из прошлого, платформа много раз перезагружалась, и была история с большой рекламой, которая везде вылезала, где только можно на платформе, но это все накоплено, и надо честно сказать, что 90% людей, которые сегодня говорят, да, Routube ваш, все что угодно добавьте, они при этом не были на самом Routube, вот это очень забавная штука, и мы вот с точки зрения репутации пиара, то, с чем мы сейчас боремся. А теперь надо, наверное, добавить еще сверху, еще пару таких, чтобы вы понимали общую картину, ну, во-первых, по поводу того, все-таки, что такое Routube, и что ему сейчас не хватает для полного счастья, и в какой момент он по-настоящему станет национальным видеохостингом. Вот сегодня Routube, это понятно, что это 30 плюс миллионов зрителей, которые его смотрят. Понятно, что это команда Routube, которая выросла, слушайте, ну мы, правда, выросли почти в пять раз с начала года, это большая команда разработчиков, это огромный IT-штат, и мы разрабатываем, пишем вместе, много работы там происходит с управлением сети, с инфраструктурой, но очень важно, что Routube становится по-настоящему национальным, тот момент, когда в нем начинают участвовать авторы в полном объеме, с пониманием того, как они хотят развивать платформу. Ведь тот контент, который вы смотрите на Routube, это не только оригинал, это не только шоу, которое мы выкладываем, это не только лицензионный контент, который мы забираем с телеканалов, покупаем его, это в том числе и то видео, и тот контент, который выкладывают авторы. Здесь очень важно вот общее такое взаимодействие, когда все три элемента, и программисты, и зрители, и авторы начинают действовать в унисон. И вот, на самом деле, наш основной упор, наш основной вектор, куда мы движемся, это привлечение авторов, работа с авторами и весь функционал, который мы можем им дать. Понятно, что на сегодня это монетизация, и наши зарубежные конкуренты, они монетизацию отключили, поэтому это возможность для авторов начать зарабатывать на базе Routube. Но, с другой стороны, с точки зрения зрителя, вы должны поднимать, что на зарубежном аналоге в единочасье у всех появились премиальные аккаунты. Ни у кого нет рекламы, и для зрителя, конечно же, на YouTube существование гораздо проще, и, в общем, в целом, все доступнее. А вторая история, которую мы хотим сделать, она, на самом деле, связана с Routube, как возможностью социального лифта, как возможность себя проявить. Это то, где никогда никакая транснациональная компания не сможет себя проявить. По той простой причине, что транснациональная компания всегда будет мыслить большим интересом экономическим, экономическим интересом на макроуровне. Интерес на макроуровне не подразумевает и не дает возможности детальной локализации, точнее, даже транскреации своих платформ и своих продуктов на локальной рынке. Вот одна из вещей, которая у нас существует, это возможность как раз, называется продукт Битвы за ТВ, это внутри платформы отдельная, как называется это по-русски, лендинг, станица для приземления, наверное, да. Отдельное направление есть, где, в общем, в целом, талантливые люди могут прийти, могут себя проявить. Понятно, что могут начать зарабатывать, но все проекты мы смотрим, где мы можем помочь с продюсированием. Есть большая продюсерская группа внутри Рутюба, которая позволяет эти проекты выдвигать дальше. А дальше эти проекты могут попасть на телевидение, могут попасть на другие площадки, на площадки с сериалами, с кино и так далее. Вот это одна из тех возможностей, которая локально предоставляется Рутюбу. Да, надо добавить еще несколько вещей, что на самом деле, смотрите, какая штука еще происходит, очень интересная, что с точки зрения IT всегда, то есть есть другие площадки, есть площадка у нас же онлайн кинотеатра, у нас есть площадка коротких видео, называется ЯПИ. И надо понимать, что в целом медиаиндустрия, она всегда была неким дополнительным экраном к тому, что можно посмотреть в классических экранах, но никогда не была в авангарде IT-событий, никогда не была вообще в целом IT-авангардом. Вот в текущих событиях и на самом деле во время информационного противостояния большого, конечно же, все площадки, видеохостинг в первую очередь становятся серьезными фарпостами в таких противостояниях. И, конечно же, здесь роль IT играет вот такую фундаментальную задачу. То есть с нашей стороны, я могу сказать, что по части IT, по части разработки, по части функционала задачи выполнены от колоссальной дорожной карты, есть, по части зрителей площадка набирается, то, где необходимо нам сейчас объединиться вместе, это, конечно, создание совместного контента, куда мы постепенно стремимся, с точки зрения функционала в том числе. Вот, наверное, вот здесь вкратце все, мы можем вполне себе перейти к вопросам, если вы не против. Спасибо, спасибо, ваши аплодисменты. Несмотря на некоторые технические проблемы, которые возникают, все-таки понятно, да, суть и вопросы. У нас есть и представители средств массовой информации в зале, насколько я знаю, есть студенты самых разных институтов, и будет интересно услышать, что волнует в хостинге вас. Да, вот микрофон, пожалуйста, передайте, вот первый ряд, прямо рядышком. Александр, добрый день, большое спасибо вам за лекцию, было очень интересно. Наверное, самый основной вопрос, когда Рутуб полностью импортозаместит YouTube? Спасибо. Плохо отвечать вопросом на вопрос. Разве такая задача стоит? Мне кажется, что, смотрите, тут очень широкий философский вопрос. С одной стороны, все-таки своя альтернатива есть, она хорошая, она работает. Наверное, у нас нет самоцели загрузить зарубежный контент в больших объемах, да и в целом это объемы колоссальные, потому что мы хотим все-таки иметь национальный контент и национальных авторов, которые будут на нас размещаться. Когда полностью заместит? Вопрос, правда, к нам с точки зрения того, когда мы полностью удовлетворим все потребности авторов, которые приходят на платформу. есть очень большой нюанс. Дело в том, что сегодня в законодательном моде со стороны функционала, со стороны того, что нужно авторам, в понимании авторов выступает YouTube. Но на самом деле не всегда все то, что он дает, это ровно то, что нужно. Очень часто это вопрос привычек. Ну, то есть мы привыкли, что вот у нас вот график у блогера с точки зрения посещаемости, просмотра видео, рекомендательных систем, он устроен вот так вот. Но это совсем не значит, что он такой удобный. Вот мы сегодня общаемся с большим количеством блогеров. У нас один из крупнейших блогерских хабов с нами взаимодействует, где мы получаем обратную связь, чуть другую. То есть они хотят на самом деле чуть-чуть иной функционал, где мы стараемся максимально изменить то, как оно им нужно. Монетизация, она уже работает. Статистика, она есть. Личный кабинет блогера – это одна из задач, которая суперважная, которая будет сделана в ближайшее время. Но нужно ли при этом полностью заменить? Ну, наверное, все-таки интереснее быть в конкурентной среде, где конкурентно итерационно ты стараешься с каждым шагом становиться лучше. И вот тогда платформа будет становиться лучше. Потому что если мы прямо вот заместились, все к нам перешли, мы там одни, и только там находимся, она не станет лучше от этой платформы. Она будет вот заместив. А мы все-таки хотим быть той платформой, на которую люди будут референсно ссылаться и говорить, смотрите, ну вот она классная. То есть у нас одна из задач, например, она такая тяжело измеримая, но мы хотим, чтобы для пользователя входной страницы в интернете был рутюб, понимание того, что я прихожу на рутюб, я хочу там поискать, что мне посмотреть. И у меня если есть вопрос какой-то, слушайте, ну есть банальные вещи, как, не знаю, как что-то приготовить, чтобы не искать, как что-то приготовить в поиске, а искать его в поиске непосредственно рутюб. Вот это одна из задачек такая. Вот. Ну то есть, если мы говорим про базовый функционал, он есть, он работает, он в целом не хуже. Если мы говорим про сложные алгоритмы, про кодеки, то на самом деле мы где-то даже на шаг впереди находимся. Если говорить про привычку, вот привычка – это то, что необходимо сегодня сформировать, то, куда идти. Но она задача, на нее нет ответа в точной дате, понимаете. Хотим, чтобы это было как можно быстрее, делаем для этого все возможное, и в частности много общаемся с авторами. Но эта задача такая рутинно-долгая. Насильно мил не будешь, то есть, понимаете, здесь нужно человека все-таки влюбить в платформу. Он влюбится в платформу в тот момент, когда она будет частью его. Частью его, она станет, когда он начнет ей пользоваться не только с точки зрения «хочу посмотреть». Нечего смотреть, не хочу. Нет, давайте вместе в ней участвовать. Вместе выкладывать, вместе создавать. Тогда будет платформа действительно наша общая. Я не знаю, он такой, он немножечко размазанный ответ, но точной даты не существует. Спасибо. Так, микрофон у вас, да, пожалуйста. Да, здравствуйте, меня зовут Максим. Я преподаю в медиа тут, в выше ЖМК. У меня два вопроса, вообще, как у человека, который занимается здесь, в том числе новыми проектами. Первый вопрос, как вы собираетесь бороться с тем, что вас фактически деплатформят на очень многих платформах в App Store. Вы, ну, вообще сложно, да, сейчас вот с такой ситуацией. Как вы планируете вообще наращивать пользовательскую базу? Потому что это, ну, не просто, когда даже YouTube нативно нет. Вот у меня у самого есть планшет на Harmony OS, Huawei, и там нет Google сервисов. И на YouTube через браузер неудобно заходить. Это меняет все-таки паттерны поведения. Это первый вопрос. А второй вопрос, что вы вообще в «Газпром-медиа», я более широко возьму, да, не только «Рутюб», думаете на тему экосистемы. Потому что, вот, например, ваши коллеги из «Мейла», сейчас это ВК-групп, у них все-таки стримерская экосистема очень хорошая. У них есть ВК, к нему привязан «Донейшн Алертс», который, собственно, собирает донаты и процессит их. И туда же привязан «Бусти», который позволяет поддерживать авторов на рекуррентной основе. И как бы, когда ты входишь в экосистему «Мейла», ты в ней находишься, вот. И пока что, вот, ну, «Рутюб», по нашим прикидкам, мы смотрели, изучали платформу, у нее есть такой момент, что она не предлагает вот этих вот рекуррентных вещей. У вас есть какие-то планы или таймлайны того, как вы, ну, будете решать этот вопрос? Спасибо. По первой части, что делать, когда выкидываются? Смотрите, на самом деле у нас был момент такой, даже в прессе оказалось, то есть, где нас просили убрать «Рутюб» из аккаунта, из «Апсторов». В целом мы договорились, что, простите, но для русскоязычного населения и для России мы никуда деваться не будем. Да, пожалуйста, в Америке выключайте его. Вот. И, ну, то есть, не совсем «пожалуйста», конечно, да, обидно. Да, выключают. Но это перманентный процесс переговоров, который в целом постепенно движется. Вы должны тоже понимать, он, на самом деле, очень шире ответ здесь находится. Дело в том, что есть много разных векторов, там, как это может развиваться, в частности, и понятно, что есть «HarmonyOS», на самом деле, помимо «HarmonyOS» есть несколько отечественных операционных систем, для мобильных тоже. Вот. Как это будет развиваться дальше, это зависит от того, как себя будут вести, в общем, замечательные западные «партнеры», вот, в кавычках. Но пока на сегодня приложение есть. Веб-версию мы, на самом деле, на нее большой фокус ставим, и с точки зрения ставки на веб-версию понятно, что много работы идет сюда. Все-таки у нас на сегодня большое потребление десктопное. Вот. Но надо не забывать еще одну вещь. Это развитие в сторону смарт-TV. И у нас есть свои направления отечественные по развитию смарт-TV, есть свои смарт-телевизоры на своих операционках. На самом деле, они по цене, вы удивитесь, но в целом они очень сильно по цене находятся ниже зарубежных аналогов каких-то. Так вот, смарт-TV – это тоже огромное направление, куда в целом хочется стремиться. Да, это немножечко больше только просмотрение будет, но и это тоже то направление, которое будет сильно развиваться. Теперь про экосистемность. Мы, на самом деле, как «Газпром-медиа», мы часть большого «Газпрома». И с точки зрения экосистемы, все-таки это экосистема «Газпрома», надо понимать. У нас есть проект внутри, про него тоже несколько раз писалось, это «Газпром-айди», это объединяющий, на сегодня это ССО-аутентификация на все платформы, которые есть внутри «Газпром-медиа». Он немножечко будет дальше развиваться в ближайшее время. Ну вот, в частности, вы сегодня, заходя в Яппи, это вы же, кто заходит в «Премьер», это вы же, кто заходит в «Рутюб». И то, что мы можем сегодня уже делать, это большой свой «Даталейк», в котором анализируется поведение пользователя, и мы стараемся там неким образом предиктивно давать разный контент. Вот, есть еще один момент, то есть все-таки надо понимать, что «Газпром-медиа» при всем при этом, это, понятно, что крупнейший на всю Восточную Европу медиахолдинг, но это один из крупнейших производителей контента, в том числе телевизионного контента, сериалы, фильмы и так далее. И вот это все вместе работать будет чуть-чуть иначе. Оно будет, это все в плане, это все движется, но больше, чем «Газпром-медиа», и на базе того, что делает «Газпром-медиа», больше, чем просто онлайн-экосистема. Но это в ближайшей перспективе не завтра, но уже в ближайший месяц. Я еще просто уточняющий вопрос задам, потому что, видимо, потерялась, потому что у меня был очень длинный вопрос. Все-таки «Донейшн Алёртс» и «Бусти» — вот это сервисы по поддержке именно авторов. Я сейчас понимаю, что у вас есть собственный контент в большом количестве. Вот я человек, я блогер, я, например, делаю, я не знаю, уроки по фотографии, я хочу размещаться на Рутюбе, я как раз просмотрение, условно я сейчас моделирую ситуацию, и я хочу, чтобы меня как-то поддерживали. То есть у вас есть в планах какие-то финансовые, может быть, какие-то финансовые сервисы, которые будут этим заниматься? Или мне надо будет к вашим конкурентам идти в лице Мейлай и подключаться через «Бусти», потому что вообще у вас есть «Газпромбанк»? Здесь история вот какая. У нас уже работает вся рекламная модель на Рутюбе. Вы после 5000 просмотров можете включить монетизацию, и вам в личный кабинет будет начисляться монетизация от рекламы. Реклама приводится централизованно, то есть вам на тему рекламы не нужно задумываться, потому что она собирается единым образом через «Газпромедиа Салсхаус» и привлекается на площадку. На сегодня объем инвентаря растет, но он не такой большой. То есть если мы с вами будем сравнивать, условно говоря, с Ютубом, то на больших каналах объем инвентаря 1 к 4 где-то. То есть это в целом, да, дает монетизацию, но еще не в том объеме. Но это постепенный процесс, который постепенно пройдет. То есть с точки зрения донатов, я думаю, что мы до конца года покажем что-то, что и как будет интегрировано с донатами, а с точки зрения напрямую монетизации от рекламы это уже работает. Более того, мы в начале года об этом говорили, потом мы продлили, а сейчас мы решили до конца года продлить. То есть мы с монетизацией не забираем себе комиссию. То есть Рутюб полностью 100% от монетизации отдает автору. И, пожалуйста, создавайте, выкладывайте. Спасибо. Еще вопросы? У вас будет пинг-понг такой микрофон, да? Ну давайте, да, опять передайте коллеге. Первые ряды не хотят расставаться с микрофоном. Подскажите, пожалуйста, как сейчас вообще обстоят дела с кадрами? Ведете ли вы дополнительные наборы по набору IT-специалистов вообще? Как с этим обстоят дела? Расскажите, пожалуйста. Где-то, наверное, в февраля, когда был большой разговор, слушайте, такой отток кадров в IT-компаниях, а как вы с этим боретесь? Ну у нас нет оттока кадров, мы по-прежнему нанимаем довольно-таки много, преимущественно это все-таки айтишники, разработчики, это языки разные, то есть это и Go, и Python, и управление проектами, и продуктовые направления. То есть в этом плане с точки зрения дефицита, нет, мы не испытываем дефицит. То есть ребята приходят, хорошие, талантливые, толковые ребята, и с возможностью, правда, там развиваться дальше. Но что круто с точки зрения кадров, такая, то есть я раньше на самом деле работал в большой IT-компании, и при всем при этом такого там не было. То есть то, что происходит с Рутюбом, это такая странная штука, то есть ребята приходят во многом, потому что видят, что они могут сделать что-то значимое, то есть такую большую задачу решить, то есть да, они, понятно, будут писать там, ну не знаю, вот этот интерфейс, вот эти кнопки, вот эти штуки делать на платформе, но при этом они себя настолько чувствуют частью вот этой платформы все, где они сделают огромный вклад, ну это классно, такое чувство невероятное. При всем при этом, правда, люди приходят, нанимаем, разрастаемся, правда, это важно. И технические задачи растут. Сейчас задачи огромные технические по инфраструктуре, потому что мы постоянно модернизируем инфраструктуру, то есть тут надо понимать с инфраструктурой такая штука, что можно развиваться технически, аппаратно, но в этом случае вы будете нелинейно зависеть от роста аудитории, то есть условно говоря, на каждого нового пользователя вам нужно плюс два ресурса с коэффициентом два с точки зрения ресурсности инфраструктуры. Но можно задачу решать иначе, ее можно решать оптимизируя функционал и оптимизируя микросервисную модель, как она работает. В этом случае у вас, условно говоря, уходит часть костов в управление персоналами и ресурсом в разработке, но при этом инфраструктурно вы не растете с коэффициентом больше единицы. Я не знаю, я сложно это сказал, но в общем, суть такая, что на инфраструктурной части, правда, много требуется работ, которые тоже успешно выполняются. Отвечая лоб на вопрос, нанимаем, растем, люди приходят, трудностей с наймом штата нет, команда работает. Спасибо. Все вопросы. Да, вот передайте чуть-чуть, вот чуть-чуть вперед, да, микрофон, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Зарабатывает ли сейчас сама площадка Рутуб, есть ли какой-то источник, и шла речь, что до конца года планируют ввести как премиум подписку. Будет ли она? Рутуб на сегодня зарабатывает, но весь свой заработок, который Рутуб получает с рынка, он отдает авторам. То есть мы себе этот заработок не оставляем, мы им предпочитаем делиться на данный момент с авторами. Поэтому у нас сроки окупаемости выхода бизнес-модели в положительную часть, они немножечко отодвинулись. Но сейчас это важнее и важнее для того, чтобы все-таки авторы чувствовали себя комфортно при переходе на платформу и могли дальше зарабатывать. Вторая часть вопроса. Напомните, пожалуйста. Про премиум подписку. До конца года обещали ее реализовать? Мы над ней работаем. На самом деле будет она частью являться как раз авторизацией, которую обеспечит Газпром Айди. Спасибо. И еще один вопрос возник. Испытываются ли сейчас какие-то трудности в развитии площадки? Может быть, с серверами не хватает мощностей? Или с оборудованием тоже, с доставкой, поставками в нынешнее время уже есть какие-то проблемы? Все сегодня испытывают трудности с точки зрения поставки оборудования в ее классическом виде. На самом деле у нас здесь есть две грани этого вопроса. Есть грань номер один – это количественное увеличение инфраструктурных мощностей под задачи. Мы это решаем чуть иначе, поскольку все-таки сеть построена по довольно-таки сложным принципам. Это решается на уровне чуть иным образом оркестрации мощностей. Сейчас, надо как-то проще объяснить. В общем, суть такая, что мы стараемся отвязаться от аппаратной зависимости, и за счет оптимизации сервисов во многом у нас есть временной буфер, который позволяет не сильно зависеть от срока поставки. Это с одной стороны. С другой стороны, есть чуть иная задача, она довольно-таки специфическая. Она находится в области информбезопасности. В этом плане задача стоит такая. Нам необходимо строить доверенную среду на недоверенной инфраструктуре, на недоверенном железе. И вот такая задача гораздо сложнее решается. Но опять-таки она решается. Решается она подбором правильных кадров и вообще в целом работы в области политики информбезопасности. Сегодня информбезопасность находится, наверное, в топ-приоритете. Это та задача, которая совсем не так давно, она в медиаиндустрии была вторым планом. У меня еще вопрос как раз, пока мы далеко от этого не убежали, и потом я отдам другому спикеру. Смотрите, по поводу инфосека. Как раз вы хорошо это упомянули. Был очень крупный взлом на Рутубе не так давно, когда сервис лежал несколько дней. И, к счастью, там вся Деза, которая говорила, что все сервис удалили, не оправдалось. И как бы он работает, и все с ним хорошо. Но вот нам бы хотелось услышать, наверное, всем, какие выводы вообще из этого были сделаны. То есть вот вы проговорили сейчас очень классную историю про то, что вы теперь оборудование само отбираете на тему доверия, на тему вообще его, что называется, устойчивости к каким-то внешним угрозам. Это очень круто, на самом деле, мало кто над этим задумывается. Но может еще какие-то интересные шаги вы предприняли для того, чтобы все эти истории не повторялись? В том числе, возможно, в сфере пиар, потому что очень многие воспользовались этим чисто для дискредитации. Супербольшой вопрос про информбезопасность. Какие выводы сделаны? Выводов сделано очень много, включая полную перезагрузку вообще в ряда процессов внутри. По поводу того, что всю сеть положили, тут, на самом деле, очень интересный момент есть. В общем, на самом деле, это очень забавно было. У нас такое случилось как раз 9 мая Рубилова, когда нам пытались потереть куски кластеров, а мы при этом эти кластеры перезагружали и выключали, и убирали их на задний план. И у нас прямо битва была в реальном времени, то, как айтишники между собой сопротивлялись. То, что системно сейчас поменялось, это набор процессов и как на самом деле техническая часть реагирует на разные события. Плюс совершенно другие механики мониторинга построены. Но, смотрите, самая важная часть в инфобезе – это не оборудование, это не то, как вы какие-то события отрабатываете либо восстанавливаете. Это во многом надо понять, что у инфобезопасности нет статического состояния. То есть у вас нет момента во времени, где вы сказали «Окей, супер, я инфобезопасный». Ну, давайте, во-первых, начнем, что инфобезопасность на 100% не существует. Существует в целом понимание того, какие события не должны случиться, потому что они бизнес-критические, либо они несут за собой ущерб, который серьезные экономические последствия несет. Поэтому вы понимаете, какие события не должны случиться. Вы понимаете у этих событий, какой вектор их реализации. Это называется модель угроз. И понимание при этом векторе реализации, насколько оно случилось, вот в этот момент ваш мониторинг говорит, окей, у вас вот это событие на грани того, что произошло, потому что к нему случились все его предвестники. И в этот момент вы начинаете реагировать превентивно на это событие. Это те самые главные изменения. Но вы можете гарантировать с точки зрения информбезопасности не более, чем тот набор событий, которые вы для себя определили, что они не случатся. Вы не можете гарантировать, что вы информбезопасны. Такого не бывает. И суперважный момент, что понимание вот этих событий, которые у вас не должны случиться, это тоже не статический процесс. Ну, то есть сегодня, слушайте, большими словами, у вас штрихами не должно случиться, там, отключение платформы, стирания базы пользователей, то-то, 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 то-то. Но на самом деле весь этот набор событий и механика их реализации не меняется со временем. И поэтому у вас информбезопасность превращается в постоянное такое колесо сансары, в постоянный процесс, где у вас одна команда пытается вас взломать, но ваша же команда, другая команда на это реагирует, понимает, какая механика была взлома. Это бесконечный процесс. Поэтому самое принципиальное, что поменялось, что мы перестали быть статическими. Ну, понятно, что помимо этого у вас работает перманентный режим параноика, то есть если у вас пришла массовая фишинговая рассылка на корпоративные адреса, при этом она массовая на корпоративные, ее не было во внешнем мире, слушайте, все, это тревога, побежали, давайте разбираться, почему нас пытаются фишить, какие учетки пытаются вытащить, какая информация может уже быть, то есть тут прямо вот такое интересное состояние. Спасибо, ваши аплодисменты. Я еще особо хочу сказать спасибо за этот ваш ответ, потому что он касается не только информбезопасности с точки зрения технологий, битвы айтишников, как вы обозначили, да, но и в целом, да, и контентные потоки, да, когда мы говорим о информационной безопасности в контексте контента, абсолютно, да, вот, так же трактуются. Спасибо вам, что вы на это обратили внимание. Вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос как у автора контента, потому что я пытался выкладывать контент на YouTube, я как автор сразу сталкиваюсь с такими двумя проблемами. Первая проблема – это рекомендация контента, которая есть на YouTube, она, то есть создавалась годами, то, что рекомендации, человек, когда выкладывает контент, он автоматически попадает какие-то на главную страницу и распространяется таким образом. У Routube в этом есть проблемы, то, что ты выкладываешь контент и он очень плохо распространяется. И, во-вторых, это премодерация. То есть у Routube любой ролик проходит премодерацию. У меня два вопроса. Первый, чего боится Routube, из-за чего происходит премодерация? То есть это проблема алгоритма в плане какого-то специфического контента, в плане каких-то высказываний или это все-таки контента, который, условно говоря, защищен авторским правом или просто там 18+, это и т.п. Вопрос, что вы хотите сделать с, собственно, рекомендациями и премодерация контента? Смотрите, прям на самом деле три пункта здесь есть. По премодерации. По премодерации история следующая. Оно работает. Оно работает. Частично на машин-леорнинге с точки зрения вычленения хайлайтов из видео и частично на ручных алгоритмах. Если канал у вас верифицирован, то в целом вы автоматом проходите очень быстро всю премодерацию и все. Если канал... Я рекомендую его сделать верифицированным. Чего мы боимся? Мы в первую очередь не то, что боимся. Мы хотим выполнять требования законодательные. Надо понимать, что YouTube не очень их выполняет. Ну, то есть им на самом деле прям все равно. И это плохо. Мы хотим выполнять и всегда будем. Поэтому во многом, когда хайлайты вызывают определенные там триггерные события, попадает видео на модерацию и проходит ее. Но сейчас это дело достаточно быстро, потому что у нас то, что мы тоже опять систему поменяли, из команды модерации, которая была внутри Routube, мы ее расширили на привлечение всей команды модерации развлекательного телевидения. Прям большой-большой штат сегодня. Мы стараемся это максимально быстро делать. Да, подвисает, но делайте верифицированный канал, будет быстрее. Теперь по алгоритмам. Смотрите, мы на самом деле не было бы счастья, да несчастье помогло. К маю мы хотели запускать сильную историю с машин-лёйнингом в рекомендации. Чтобы ее запустить, необходимо было переиндексировать всю видеобазу. На сегодня несколько десятков миллионов видео. Вот это время занимает. Но в тот момент, когда платформу полностью перезагружали в мае, мы переиндексацию сделали по сути с нуля. То есть мы индексы почистили и реиндексацию сделали заново. Это нам позволило три месяца сэкономить. Все получили. Получили мы дело к августу. В августе мы рекомендашку запустили. Сейчас рекомендашка работает. Сейчас я по поводу вашего видео, которое попадает дальше, сейчас объясню, как это устроено. Рекомендашка сегодня работает следующим образом. То есть происходит подмешивание разных тегов, есть некий алгоритм. Он завязан на машинное обучение в том числе, где видео выкладывается в некую рекомендательную ленту к просмотренному пользователям. Надо понимать, что машин-ленинг это такая штука, которая занимает время с точки зрения того, чтобы стать умным. То есть он машин-ленинг сам по себе, но это не ракета наука, это в целом мат-анализ первого курса. Прямо не очень сложно. Но необходимо время, когда накопится правильная база и правильных логических цепочек, при которых видео рекомендуется. Это просто занимает какой-то процесс. Теперь то, о чем вы на самом деле говорите, это внутреннее SEO. Это оптимизация поиска вашего контента внутри платформы для того, чтобы ваше видео рекомендовалось другим пользователям. Этого пока что нет. Это часть проектная внутри кабинета блогера, которая появится. Это правда то, что есть на YouTube. Это сегодня у нас отсутствует. В ближайшее время мы планируем сделать. Это прям очень важный элемент. Но это не совсем рекомендашка в классической истории. Это оптимизация. То есть это условно набор помимо советов, это набор еще действий и набор конкретных настроек того, как ваше видео должно быть устроено, чтобы оно попадало либо в топы, либо в рекомендацию по каким-то отдельным тегам. Сегодня рекомендация по теговое. То, куда мы хотим прийти, это рекомендация по контенту. То есть где производится анализ внутри по контенту, где это видео должно подсоунуться. То есть руту поориентируется на теги, которые прописывает автор в своем видео сейчас. Пока не запустился. Сегодня это так. Спасибо большое. Теги и иглами рекандры. Спасибо. Еще вопросы. Еще вопросы, пока микрофон не ушел дальше. Так, хорошо, пока микрофон гуляет. Я хотел вот такой социально-политический скорее оттенок носит. Немножко от технологической составляющей отойти. Вот все-таки общество живет в напряжении, если завтра отключат YouTube. Причем либо здесь отключат, либо с той стороны что-то ограничит. С вашей точки зрения, это ускорит приток пользователей, ну и соответственно новых каких-то сервисов и предложений в Рутюб и со стороны Рутюб. Или ну вот в ситуации, когда YouTube жив и здоров пока беспроблемно работает в стране, то ну вот будет развитие так, как оно идет. Вот такими вот темпами органическими такими немного неспешными. И я попробую поотвечать сам себе на свои же вопросы. Смотрите, закрытие YouTube улучшит ли Рутюб? В динамике нет, потому что это на самом деле вычеркивание конкурентной среды. Все-таки конкурентная среда, она создает продукт лучше. Теперь закрытие Рутюб даст ли объем авторов, который резко придет на Рутюб? Это некая догадка, потому что надо понимать, что сегодня авторы на YouTube не зарабатывают, а с точки зрения зрителей все-таки это можно смотреть. Но надо еще одну вещь тоже учесть. На Рутюбе нет зарубежного контента, и мы не особо планируем получить всю библиотеку зарубежного контента. на YouTube есть объем смотрения, который связан с зарубежным контентом. Его много. И зарубежный контент по-разному. Есть транскрибация, где вы можете субтитры автоматически включить, есть миллиарды вариантов, то есть все-таки надо понимать, что библиотека контента YouTube, она носит системно другой характер. Плюс к этому это пользовательская база 2 миллиарда пользователей. Поэтому как это поможет, я бы не сказал, что это поможет. Это скорее будет контрпродуктивно, нежели поможет. Потом давайте тоже, даже если это будет решение как-то принято, я думаю, что мы скорее больше объем хейта получим, чем такой немножко философский вопрос. Мне кажется, что с точки зрения все пришли резко и вот прямо все так. То есть вы должны понимать, что в этот момент, когда все пришли и резко начинаем пользоваться другой платформой, люди будут ждать, что платформа будет как минимум один в один соответствовать предыдущей. Но это не так. Задача стояла сделать свою платформу со своей локальной спецификой, своим контентом и локальным своим русскоязычным. Для этого привлечь авторов и движемся. Инфраструктурно мы много изменений сделали. Сейчас мы постараемся не так органично, чуть-чуть побыстрее двигаться с точки зрения привлечения авторов. Спасибо. тогда хочется уточнить, если все-таки одна из задач это формирование такой уникальной русскоязычной библиотеки, можно ли тогда вы сказали, что YouTube это один из конкурентов. Ну тогда конкурент ли он? А вообще кого вы считаете своим конкурентом? Очень хороший вопрос. Знаете, в спорте, я в автоспорте был очень долго, в спорте самое главное правило, кто ваш главный соперник. Пока у вас главный соперник, он носит имя, фамилию конкретную, то скорее всего прогресс будет долгий. В автоспорте главный соперник это я сам. Мне просто нужно с каждым кругом быть чуть-чуть на маленькую долю секунды лучше, чем в предыдущем. Лишь бы не хуже. Лучше. Может быть так же, но потом еще чуть-чуть лучше. Вот тот момент, когда мы будем улучшать свое и делать его лучше, оно будет работать. Поэтому понятно и очевидно, что здесь лукавить не надо, но YouTube понятный конкурент. Объем русскоязычного контента на нем колоссальный. но мы тоже по объему контента очень сильно растем. Это все развивается. Поэтому здесь понимаете, какая история. Здесь немножечко тоже так, курица и яйцо. Что будет раньше? Придут все пользователи смотреть или придут все авторы выкладывать? Это взаимосвязанные вещи, они должны развиваться циклически. Вот органика произойдет тот момент, когда случится брейк-ивен по объему авторов, которые органически наращивают контент. Спасибо. И вопрос пожалуйста. Здравствуйте. А у меня вопрос на самом деле близкий к предыдущему. Вот предположим, что YouTube все-таки заблокировали с нашей стороны или с их какие-то ограничения. Не в этом суть. Такой вопрос. Насколько YouTube будет готов к переходу всей аудитории к себе на свою площадку в плане контента сможет ли удовлетворить аудиторию в плане также авторов сможет ли удовлетворить аудиторией и насколько это будет удобно привычно естественно нужно будет временную раскачку и вот сколько времени пригодится понадобится для раскачки. Это никто не знает я объясню почему. Есть очень много развилок в этом событии. Во-первых давайте понимаем что это событие не в нашей власти находится тем более не знаем что там Google придет им в голову но предположим очень много есть веток куда это может пойти например у нас вдруг все пользователи сказали слушайте я хочу забрать резко свой контент причем мне нужно выкачать его из YouTube и закачать его на YouTube это же возможно сценарий возможно что выкачать из YouTube у вас количество VPN подключений оно я думаю что будет достаточно большим настолько достаточно большим что ну я сильно затрудняюсь сказать сколько времени займет выкачивание этого контента этими пользователями это задача номер два необходимо будет закачать на рутюк но мы должны понимать что в органике платформа там готова к определенному объему входящего контента при таком объеме контента и понимая что есть риск и подбрасывание не очень добросовестного контента в целом ну это займет приличное время сколько это будет объем тоже опять-таки никто не знает сколько авторов сколько процентов этих пользователей переключатся 50 процентов 20 процентов это некая загадка и далее вопрос объем смотрящей аудитории то есть вот эти все ветки они влекут за собой разные сроки есть сроки там выполнения библиотеки есть сроки когда библиотека проиндексируется выложится промодерируется выйдет доступность есть ну то есть вот прямо это от и до бог не знает может все сразу за один день перейдут все счастливо все случилось а может это займет несколько месяцев потому что все библиотеки необходимо хотя бы выкачать для начала это в общем гадание на кофейной гуще вот если предположить что прям завтра отключают ютуб насколько вы готовы будете к переходу всех людей на рутуб такой мобилизационный план готовы мы-то всегда готовы по большому счету в этом суть гиперконвергентной сети то есть у вас как бы объяснить весь рутуб он состоит из набора микросервисов это разные отдельные компоненты которые работают отдельным своим виртуальным сервером то есть это не набор реальных серверов инфраструктура из виртуальных серверов состоит которая обеспечивает сегодня этот функционал если мы понимаем что у вас ну например к микросервису под названием поиск появляется не сегодняшний объем запросов 100% от 200% то количество серверов которые отвечают за вот этот микросервис оно кратно запускается новыми кратно на нем раскатывается этот функционал и оно обеспечит вот это функционирование поэтому эта штука такая эластичная ну это сложно объяснить но она динамически расширяется под потребности под диапазон вот спасибо спасибо и прежде чем вот я так понимаю что первый завершающие вопросы совпадут с автором но прежде чем вы значит исполните эту миссию еще хотелось бы все-таки про одну службу я вот пытался вклиниться вопрос задать а как вы оцениваете эффективность вашей пиар-службы почему все-таки вот для домыслов для волнений для какой-то вот нестабильности в процессе определения какой платформе сейчас в непростое время отдать предпочтение рутюб часто попадает под критику вот это сознательно слишком сильный агрессивный поток против рутюб или может быть недостаточно еще пока вот айти команда очень сильная мощная это мы услышали а пиар еще надо укреплять вот как бы вы эту службу оценили эту деятельность вашу с одной стороны у нас все-таки есть 15-летний шлейф того как рутюб менялся и он был там от такого до такого и мы конечно же за 15 лет ну некий конфуз создали и отсюда нельзя выйти в одночасье встав в один день и сказать слушайте все мы самые лучшие правда верьте нам ну прям вот ровно в этот момент никто и верить и не будет поэтому это постепенно планомерно и в частности планомерно то вот что мы сейчас будем делать у нас сейчас большой будет переход от контент-маркетинга в фича-маркетинг то есть такой фича-маркетинг это постепенный рассказ о том функционале о тех фичах которые есть внутри продукта причем рассказ будет и технически это уже есть на платформе можно на рутюбе посмотреть интервью у наших ребят прямо программистов которые отвечают в разработчиков за отдельное направление разработки они прямо рассказывают что у них делается как это как этот функционал работает и плюс к этому мы будем чуть-чуть шире рассказывать о том зачем этот функционал делается как он делается как он работает почему он востребован ну вот это одна часть вот вторая часть ну здесь чуть-чуть посложнее то есть в целом нет даже не сложнее прежде чем говорить о том что у нас эти фичи и функции появились они должны появиться вот и мы команду айтишную укрепили переделали перезапустились начали выкладывать функционал отработали все болячки сегодня мы точно понимаем что каждая новая функция которая будет рассказана каждая новая штуковина которую мы покажем внутри платформы она действительно работает на 100% так как должна работать без сбоя без багов без всего и вот сейчас мы к этому готовы поэтому с одной стороны такой эволюционный этап который какое-то время занял ну как какое-то мы с января месяца большую перезагрузку сделали все ничего не было вот сейчас начинаем и теперь мы готовы об этом рассказывать а с другой стороны ну в общем есть действительно накопленное мнение накопленный так по-русски называется господи персепшн о платформе и его менять тоже так же постепенно придется то есть постепенно рассказывать причем говорить слушайте ну да понятно но вы попробуйте там вот а что не нравится а вот это ну давайте вместе за руку пройдемся но это какой-то путь который время займет спасибо ну и давайте завершающий вопрос да позвольте пожалуйста смоделировать немножко ситуацию к примеру к вам на платформу захотели прийти медийные личности блогеры и журналисты которые на данный момент являются иноагентами на территории Российской Федерации подскажите пожалуйста каково будет ваше решение есть законные требования смотрите принцип очень простой Ротюба контент все что выкладывается авторы все кто есть на платформе пока не выполняет требования закона Российской Федерации они легитимны и могут находиться на платформе ну иноагент он не очень подпадает под требования вот поэтому для нас в первую очередь слушайте буква закона она вот сакральна все остальное по цепочке отсюда следует спасибо есть ли какой-то более оптимистический вопрос да и опять начался пинг-понг здесь у нас микрофоном шоурум большой микрофон долго ходит смотрите я на позитиве закончу сейчас у нас образовался некий вакуум в видеоконтенте в сегменте коротких клипов да то есть потому что там тикток заблокировал возможность заливки и все еще не разблокирует ее никак а там немного подсуетились ребята из ВК с клипами у вас есть какие-то планы я сейчас не говорю не только про тикток да про короткие клипы а вообще есть какие-то планы может быть позаигрывать с форматами не только видео как передачи выкладывать или такие классические ютуберские истории может вы хотите клипы развивать может вы хотите развивать какую-нибудь историю связанную именно развивать может запустили уже да связанную с такими вещами лайвстриминг тот же то есть какие форматы вообще вы планируете развивать смотрите все ну здесь не видно но скачайте поставьте япи все есть причем я имею ввиду интеграцию с ручью сейчас я понимаю что есть япи а зачем это разные площадки и разные потребления на самом деле в ручке есть шорт и мы можно короткие вертикальные видео выкладывать но площадка которая правда работает сильно с коротким видео это япи почему дело в том что в япи есть тот функционал которого сильно не хватает там в том же тиктоке он реализуется дополнительными средствами то есть например там есть сейчас открытые комнаты есть есть коллабы то есть можно делать сотворчество пожалуйста выкладывайте видео с вашего видео можно вместе что-то вытянуть и оказаться в топе с автором основного видео то есть возможности там гораздо больше и платформа про япи одну цифру я вам скажу мы запустились в декабре прошлого года мы за месяц набрали миллион пользователей это с точки зрения вообще стартапов которые на апах находятся на мобильных это нереальная цифра такого не бывает то есть прям очень быстро она растет и она сейчас разрастается растет 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 а что касается Рутюба мы за лето подсобрали какое-то количество идей колоссальные то есть у нас какие-то тысячи проектов в день проходили и там продюсерский блок он тихонько подвывал говорит слушайте идеи все классные но все сделать нельзя поддержали кучу авторов и все ушло в производство в совместное и на самом деле мы постепенно начиная где-то вот сейчас ну ловите новости должно постепенно появляться куча классного прикольного контента который уже сделан при продюсерской поддержке Рутюба то есть чего посмотреть там появится но все-таки про вертикалку это больше Япи оно прям в этом вы разделяете эти продукты все же то есть не как Ютуб Шортс где все в каше то есть у вас есть Япи и есть Рутил так примерно разные модели потребления слушайте а зачем смешивать то есть все большое спасибо спасибо ну и давайте будем завершать знаете вот что еще интересно вы все-таки же анализируете аудитории которые которыми прирастаете и которыми планируете дальше расширяться вы ставку вот делаете в первую очередь сейчас при расширении на условно 14 плюс там вот или 25-30 плюс то есть за счет какой аудитории вы видите сейчас самую хорошую нишу для расширения дело в том что мы основную ставку делаем на данный момент на авторов которые будут развиваться выкладывать видео это те авторы в чем прелесть момента что это не обязательно авторы которые миллионники миллиардники триллионники в ютубе либо в инстаграме это те авторы которые на сегодня талантливые ребята и могут стартануть могут быть замеченными и сегодня возможность такая колоссальная на самом деле плюс их можно поддержать можно двинуться вместе можно вместе развивать продюсировать все что угодно но важно что ставка она все-таки на тех кто сейчас будет выкладывать видео и на это видео уже пойдет другая новая аудитория какая-то аудитория будет это не так важно в данный момент то есть сегодня аудитория большая это 30-30 миллионов плюс пользователи которые уже смотрят но важно что все-таки может быть и они же будут смотреть видео которые новые появятся но ставка сегодня на авторов а вот какого возраста а вот какого возраста авторы самые разные но у вас все равно промелькнуло как-то так подсознательно услышал ребята активные деятельные ребята то есть дядечка типа меня если приползет с контентом будет тяжелее ну зависит на самом деле у нас вот слушайте жуткие количество жуткие в смысле позитивно огромное количество просмотров у Юрия Подоляки ну он прямо не школьник конъюнктурным тут ситуация такая да очень да но есть ребята которые сняли шоу втроем поехали на какой-то машине они поехали это абсолютно любители один из них до этого на Байкальской Миле собирал свою машину там из каких-то кусочков железячек и поехал участвовать на шоу Байкальской Миле а сейчас они втроем куда-то поехали на Дакар и по дороге они там снимают то как они путешествуют ну там ребята не знаю 25-30 лет спасибо ну я думаю будет правильно аплодисменты я думаю будет правильно если еще раз напомню заместитель генерального директора Газпром медиахолдинга генеральный директор YouTube Александр Моисеев в завершении нашей встречи что-то скажет нам такое привлекательное обычно говорят ваше пожелание да но тут может не пожелание тот формат который вы сами считаете может быть приемлемым важным и нужным сегодня для того чтобы вы видели да вначале на ваш вопрос кто пользуется кто заходил кто пробовал работать Рутюб ну вот другая половина зала которая пока еще этого не делала захотела и устремилась по результатам нашей встречи в том числе двинуться на площадку Рутюба вот что бы вы сказали тем кто еще туда не пришел но мог бы полностью себя там реализовать я бы предложил давайте продолжим общаться вот мы сегодня познакомились какие-то вопросы позадавали я думаю что во многом они все-таки достаточно сверху и мы в общем не очень знакомы мы только друг друга впервые увидели давайте мы продолжим общаться поймем то есть я примерно для себя пометил какие темы могли быть интересны вы обязательно возвращайтесь обратной связи что хотелось бы проговорить что услышать и мы постараемся ну мы постараемся об этом рассказать об этом рассказать а к следующей встрече точно обещаю я думаю что вам какие-то превьюшечки тех шоу которые будут выходить на Рутюбе а может быть на других площадках покажем чуть заранее спасибо вам большое предложение принимается и поддерживается да я так вот слышу да принимается заметьте это вы предложили мы прямо ловим вас на слове и будем всегда рады каждому следующему шагу в нашем общении и возможно сотрудничество в том числе и прежде всего на возможностях на площадке Рутюба спасибо вам спасибо